Как развить внимание ребенка? Здравствуйте, дорогие родители! На связи Шамиль Ахмадуллин. И в этом небольшом видео расскажу о том, как развить внимание ребенка. Многие из родителей, особенно родители школьников начальной школы, слышали от учителей следующую фразу. У Мишеньки законтрольную три, но, возможно, было бы четыре или даже пять, если бы он был чуть внимательнее и не допустил таких глупых ошибок. Эти претензии от учителей многие родители слышат очень часто. И давайте попробуем разобраться, что такое внимание, потому что мало у кого из родителей есть целостное представление о том, что такое внимание, и тем более нет представления о том, как это внимание тренировать. Во-первых, определимся. Нас интересует только произвольное внимание, то есть умение с помощью своей условной силы воли ребенка концентрировать свое внимание, направлять свое внимание на какое-то действие либо предмет. Непроизвольное внимание, оно в нас заложено природой, и когда вы у себя за спиной слышите какой-то непривычный шум, то все ваше внимание направляется вот туда. Это природный механизм заложен давным-давно в нас с целью, чтобы нас не съели, и так далее. То есть, нас интересует именно произвольное внимание, поэтому дальше речь пойдет именно о нем. чтобы понять, что такое внимание, нужно разобрать свойства внимания. Всего их у нас семь. Устойчивость, концентрация, сосредоточенность, распределение, переключаемость, предметность и объем. Кажется, что очень сложно, в действительности все достаточно просто, и сейчас я максимально просто вам на пальцах расскажу, что из себя каждое свойство представляет и как их у своего ребенка тренировать. Итак, что такое устойчивость внимания? Это способность ребенка свое внимание куда-то направлять и не переключать на какие-то другие объекты или предметы. Устойчивость внимания формируется уже в год-полтора и, соответственно, старший дошкольник или школьник должен этим свойством неплохо уже обладать. О том, как, соответственно, тренировать чуть позже. Концентрация очень похожа на устойчивость, но в действительности это немного другое. Под концентрацией внимания понимается умение ребенка не отвлекаться на сторонние звуки, на какие-то шорохи, какие-то предметы и так далее. То есть, например, ребенок читает книжку, либо пишет, готовит домашнее задание и вдруг пришла смс, либо пришло какое-то сообщение из соцсетей. Так вот, ребенок с развитой концентрацией внимания, он на это не отвлекается, продолжает свое дело делать. сосредоточенность также очень похоже на концентрацию, мало кто различает, что это такое. Сейчас объясню, что это. Сосредоточенности не бывает без концентрации. Сосредоточенность это способность свое мышление направлять на более узкие части изучаемого предмета. например, сконцентрированный ребенок, который проходит предмет географии какой-то страны, он просто в целом информацию узнает. Сосредоточенный ребенок начинает обращать внимание на мелочи, то есть на экономику, на горы, что-то вспоминает из своей памяти и так далее. Сосредоточенность это навык более глубинного анализа и направления своего внимания на какие-то мелочи. Распределение внимания это способность помещать в внимание свое не один объект, а несколько объектов. Очень важное свойство, когда ребенок например если начали говорить про географию, проходя географию материка Евразия, предполагает в голове держат несколько стран, распределено его внимание среди нескольких стран, хотя бы крупных, Россия, Китай, Германия и так далее. Переключаемость также очень важное свойство, многие дети им страдают, очень ярко проявляется оно тогда, когда например учитель что-то говорит и далее ей говорит ну посмотрите либо в учебнике, либо на доску и перепишите оттуда пример. Далее продолжает что-то говорить дети с неразвитой переключаемостью внимания хорошо усваивают начальную информацию, то что педагог говорит и не могут быстро переключиться на учебник либо на доску соответственно получают низкие оценки. Предметность внимания это характеристика которая предполагает у ребенка умение на конкретные предметы фокус внимания переводить. на примерах всегда разбираться проще ребенок на доске видит пример 2 умножить на 2 равно 4 и сконцентрированный ребенок понимает да все предмет пример усвоил но ниже на доске он видит что 2 яблока еще 2 яблока и равно там 4 яблокам то есть висят какие-то предметы объекты и ребенок с развитой предметностью внимания он сразу определяет что это относится не только к числам но и к предметам и не только к яблокам но и соответственно к морковкам и так далее объем внимания следующее важное свойство это количество предметов или процессов которые ребенок может на которые ребенок может одновременно направить свое внимание сфокусировавшись то есть стандартно у детей это 4-6 объекта но предполагается что 5-7 но к сожалению последние исследования говорят что это 4-6 предметов очень важно тренировать все эти свойства внимания потому что если какая какой-то из этих свойств сильно проседает то соответственно считается что ребенок невнимательный теперь поговорим о том как тренировать внимание тренировать надо внимание специальными упражнениями и сейчас я вкратце расскажу какими предполагается что для тренировки внимания очень важен возраст ребенка то есть в зависимости от возраста определяются те упражнения которые ребенку нужно делать да и сложность этих упражнений я предполагаю определяю возраста для тренировки внимания это поздний дошкольный возраст примерно с 6 лет до примерно 12 лет потому что с 13 и 14 лет внимание у детей и подростков уже тренируются фактически так же как у взрослых то есть я делю на три возрастных категории 6-7 лет 8-9 лет 10-12 лет 6-7 лет это дошкольник первый класс 8-9 лет начальная школа уже начиная со второго класса 10-12 это поздняя начальная старшая начальная и начало средней школы поехали с упражнением отличное упражнение для тренировки внимания это струб тест то есть ребенку нужно назвать цвет которым написано слово не считая слова только называть цвет то есть тут происходит в мозгу следующее действие то есть хочется хочется прочитать слово в голове появляется образ например мы читаем желтый в голове появляется образ желтого цвета но нужно назвать синий то есть ребенок концентрируется на определенном действии понимает это действие и выполняет конкретно его следующее упражнение это рисование двумя руками комплексное упражнение которое развивает много чего в плане тренировки внимания оно учит сконцентрировавшись на одном действии полностью ему посвятить себя то есть не сконцентрировавшись нормально полностью ребенок не сможет качественно двумя руками рисовать очень хорошее упражнение дается набор абстрактный букв либо чисел либо цифр и ребенку нужно переписать максимально быстро если когда ребенок переписывает что-то из учебника то там все достаточно просто например переписывает слово собака то есть он запомнил собака и переписывает вот когда нужно переписать несвязанный набор символов все достаточно сложнее то есть нужно полностью сконцентрироваться когда ребенок будет переписывать потренируется этим упражнением при переписывании у него будет значительно меньше ошибок упражнение для тренировки объема внимания нужно запомнить набор несвязанных букв и соответственно их через какое-то время переписать упражнение для младшего возраста найти 10 отличий но думаю простое упражнение понятно что сделать ребенку надо внимательно смотреть на картинку и все 10 отличий найти очень важно чтобы уровень сложность упражнений рос таблицы называется таблица шульта для детей также младшего возраста то есть нужно максимально быстро найти цифры числа точнее от 1 до 10 и обвести их упражнения для ребенка нужно максимально быстро вслух прочитать цифры или числа которые написаны далее упражнение алфавит здесь делается следующее ребенок читает слева направо начинается и соответственно по строчке громко читает о и поднимает левую руку л внизу написано соответственно левую руку поднимает дальше читает ре и поднимает вместе обе руки же вместе обе руки очень хорошее упражнение для тренировки внимания то есть тут еще все тело задействовано есть более сложная интерпретация когда еще ноги подключены нужно последовательность изображения здесь запомнить и соответственно переписать для многих может показаться что это тренировка на память в действительности это тренировка не на память на внимание здесь никакие мнемотехники не используется просто ребенок свое внимание помещает внимательно смотрит на картинке и соответственно переписывает растет объем внимания далее упражнение для более взрослых ребят найти числа от 20 до 40 то есть особенность этого упражнения в том что все числа написаны абсолютно разными шрифтами разного цвета размера и так далее единственная их характеристика которая определяет что 20 это 20 это то как они написаны ребенку очень сильно нужно переключать свое внимание и предполагать что числа могут быть написаны абсолютно по-разному упражнение делается на время и соответственно очень хорошо тренирует уровень внимания ребенка следующее упражнение необходимо среди набора букв найти спрятанные здесь слова ну если начнете сейчас вместе со мной выполнять то первое слово которое у вас попадется это торт ну а дальше можете можете искать другие слова лабиринты это простой формат то есть ребенку нужно только глазами вести не отвлекаясь и соответственно находить соотносить цифру число с буквой в принципе все эти этот формат упражнений очень хорошо представлен в моем блокноте тренажере который вот только появился в продаже да во всех интернет магазинах эти и другие упражнения в соответствии с возрастами с повышающимся с повышающимся уровнем сложности в этих блокнотах расписаны этот продукт представляет из себя блокнот тренажер и методичку для родителей в методичке подробно расписано о том что такое внимание как его тренировать и то как правильно с ребенком упражнение делать ну а блокнот тренажер предназначен для ребенка за 21 день буквально по 15 минут в день занимаясь это для ребенка не большая проблема так как упражнения веселые прикольные ребенок будет получать огромное удовольствие от этих занятий поэтому если вам интересно если хотите внимание своего ребенка развить то можете приобрести это пособие буквально за 21 день вы почувствуете значительные результаты у вашего ребенка спасибо за внимание на связи был Шамиль Ахмадурин успехов удачи вам и вашим детям пока пока